Москитные сетки на первый взгляд создают иллюзию безопасности, но если хоть немного на них надавить, они вылетают из окна. Именно это и приводит к трагедии. Чаще всего несчастные случаи происходят летом, когда все окна открыты. В зоне риска дети от двух лет. Именно в этом возрасте они активно познают мир и могут забраться на подоконник. У малышей отсутствует чувство опасности. Оставлять их в этом возрасте без присмотра нельзя. Москитные сетки защищают от насекомых, но никак не рассчитано на то, что на них будут облокачиваться. Например, если прикоснуться к этой, она прогибается, поэтому явно не выдержит вес ребенка. В прошлом году из окон выпало 37 детей. С начала этого года в Самаре уже произошло 10 несчастных случаев. И это статистика только одной из самарских больниц. Если ребенок маленький, может так случиться, что если очень повезет, он на этой сетке может спланировать. То есть тяжесть травм в каких-то степени нивелировать, но хочу отметить, что все равно это очень тяжелые, сочетанные травмы, приводящие в большинстве случаев к инвалидизации. Поэтому нужно быть очень внимательным, осторожно следить за детьми. Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, говорят специалисты. Есть несколько видов защитных механизмов, монтаж которых можно сделать как на новое, так и на ранее установленное окно. Один из самых надежных и распространенных – это замки с ключом. Они помогут зафиксировать раму в вертикальном положении. Дополнительный ограничитель не позволит открыть окно более чем на 10 сантиметров. Ее можно закрыть конструкцию, створку только можно при этом откинуть. Она не откроется ни в коем мере. Это у нас нижняя защита от детей. Здесь вот такой ключик. Соответственно, тоже створку можно только откинуть, она не открывается. Ну, естественно, вот эти ключики все нужно прятать от детей. По словам специалистов, в последнее время спрос на защитные механизмы вырос, но они не заменят длительности взрослых. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.